Вы наверняка помните, сколько же разговоров было про импортозамещение и про то, что Россия и сама без всяких там европейских и американских брендов со всем справится. Например, ушел с рынка Макдональдс. Ничего говорили, откроем свой фастфуд. Вкусно и точка. Но вот прошел всего лишь один жестко санкционный год и импортозаместительный ресторан быстрого питания банкрот и точка. Русская пародия на американскую сеть ресторанов быстрого питания. Вкусно и точка провалилась. Нифига здесь честного, чистого и свежего нет. После выхода с рынка РФ компании Макдональдс в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину все рестораны сети выкупил российский бизнесмен из Сибири Александр Говар. Планы у нового владельца были серьезные. За прошлый год он открыл аж 850 предприятий. Однако от этого доход не вырос, а даже упал. В 2022 году выручка сети ресторанов фастфуда «Вкусно и точка» по сравнению с компанией Макдональдс в 2021 году упала на 2,3% до 73 миллиардов рублей. Валютная прибыль структуры снизилась почти до 98%, то есть на 211 миллионов рублей, а убыток до налоговых выплат превысил 13 миллиардов рублей. В прошлом году компания недополучила 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Огромные финансовые потери свидетельствуют о том, что пресловутое путинское импортозамещение не удалось. Это и неудивительно, ведь сами россияне о сети «Вкусно и точка» отзываются негативно. Меня сейчас вырвет. Скопированное из Макдональдса меню далеко от оригинала. Бургеры, роллы, наггетсы, как отмечают русские фанаты фастфуда, гораздо худшего качества, чем в американской сети. Не добавляет аппетита и срок годности продуктов. Бургеры с плесенью попадались посетителям «Вкусно и точка» по всей стране. Развернул его, увидел, что на нижней части булочки какие-то белые пятна, больше напоминающие на вид плесень. Случаев продаж испорченных булочек зафиксировано очень много. Похоже, «Вкусно и точка» не совсем чтят заветы Макдональдса. По крайней мере, в плане контроля за качеством товаров. Только за сегодня зафиксировано как минимум три случая, когда покупателям общепита продали бургеры с заплесневелыми булочками. Но даже плесень не сравнится с сюрпризами в виде волос. Да ладно! Да ладно! Это волос и точка. Или дополнительного белка в виде насекомых. Взял два тоста, а там весь сыр усыпан ножками насекомых. В сети с каждым днем все больше негативных отзывов о русском недомакдональдсе. Это уже не Макдональдс, а вкусно и точка, и, видимо, и качество оставляет желать лучшего. Муж купил тост с ветчиной и сыром на Новорижском шоссе. К восьми утра почувствовал тошноту. Ничего, кроме тоста, не ел. К 13.00 началось веселье. До ночи из всех щелей. Прошу принять во внимание, что вы травите людей некачественной продукцией. Учитывая грязь, антисанитарию и отсутствие контроля качества продукта, в случае отравления в ресторане стали частым явлением. В лаборатору 37.6 до сих пор продолжается работа. В общем, спасибо вкусной дочке за прекрасно приготовленный фишбургер. Самое главное, что за все эти отравления сеть отказывается нести ответственность. В целом, сервис и отношение к клиентам изменился в значительно худшую сторону. Вкусно и точка. Обманут и не вернут деньги. Помните, как раньше в Макдональдсе? Если приготовили заказ неправильно, или вы опоздали на выдачу заказа, вам готовили новый обед без вопросов. Забудьте. Бургеры с насекомыми или волосами, булочки с плесенью, просроченные продукты. Все это довольно ожидаемо для российской сети быстрого питания. Выкупить помещение и украсть рецепты оказалось недостаточным для достижения успеха. И как бы Путин и его правительство не грозилось импортозамещением, без иностранных компаний российский рынок не может предложить качественные товары и услуги. Редактор субтитров А.Семкин